Приветствую вас! Я для начала предложил бы вам посмотреть и проанализировать то, что происходит у вас в вашей жизни и то, что, может быть, продолжает в ней происходить. Подобная эмоциональность может быть связана со многими факторами, такими как, например, скрытые переживания, подавляемые, вот, ну, подавляемые именно, именно вами, вами, вот. Значит, скрытые, так сказать, эмоции, которым вы не даете выход, не даете свободу, ну, по той или иной причине. Вот. Либо это определённое голодание, да? То есть голодание, вот, ну, что называется голодание, да? Голодание, это означает, что я не получаю того, что хочу, да? Я не живу так, как хочу, или как хотела бы, например, жить. Вот. Меня не устраивают, там, ну, какие-то вещи. Вот. И я ничего не могу поделать с этим, например. Например. И в таком случае у меня возникают, вот, подобные эмоции, подобные чувства. Вот. Вот. И, соответственно, это мне очень-очень-очень тяжело даётся. Вот. То есть, прежде чем обращаться крачу, я рекомендую вам посмотреть на всё на этом. Вот. Вот. С такой точки зрения. И уже после того, как это всё будет изучено, после этого уже можно говорить и о, например, о подтверждении врача. Вот. Но повышенная эмоциональность может быть следствием и ваших индивидуальных особенностей, в принципе. Вот. Вообще. И здесь самое главное не перейти в эту вот черту. Да. Что мы лечим, например, вас от того, кем вы являетесь. Вот. Что это мне кажется, что это было бы неправильно. Вот. Поэтому давайте мы не будем торопиться с выводами. Да. Давайте не будем торопиться вешать на вас ярлык и диагноз. Вот. Давайте всё-таки совсем доберёмся. И тогда уже можно будет говорить о чём-то. Вот. А так это пока это просто, знаете, вот, догадки. Вот. Мне бы гадать, гадать мне бы не хотелось. Если честно. Вот. Вы написали, что у вас есть ребёнок, но не написали, что у вас есть мужчина. И не написали, при каких обстоятельствах вы плачете. То есть, какие именно мысли, да, у вас вызывают, например, страх. Вот здесь плачет, слёзы. А какие эмоции вы испытываете при этом? Чем это вас так цепляет? Вот. То есть, вот это всё, это всё, надо проанализировать. Потому что, ну, врач, он просто может вам дать что-то, что будет вас, значит, как-то подавлять, например, да, подавлять ваши эмоции. Вот. Но при этом вы же понимаете, что из этого, из этого хорошего, скорее всего, ничего, ничего не будет, не будет. Вот. Поэтому здесь, ещё раз повторяю, не нужно делать каких-то успешных выводов. То, что ребёнок, э, вот, ребёнок, да, ребёнок может, э, впладаться из-за этого, из-за того, что происходит. Это да, это не очень хорошо. Тут я с вами согласен. Однозначно. То, что ребёнок может впадать из-за этого. Вот. На то, что вы плачете, а ребёнок, он не понимает того, почему вы плачете. Это да. Тут, тут так. Но, опять же, для вас это может быть хорошим стимулом для того, чтобы что-то делать. Чтобы корректировать как-то свою деятельность. Ну, вот. Я думаю так. Я думаю так. Можно ответить вам на ваш вопрос, торопиться записывать себя к врачу, да, это необязательно и не сразу делается, делается. Вот. Поэтому, э, я полагаю, значит, что с этим можно разобраться и без, э, ну, без вмещательства, э, в, 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 ну, врачей. Да? Вот. На этом всё. А, я надеюсь, что, э, помог вам. А если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете, э, задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.